Расскажу о своем опте взаимодействия с Тинькофф Блэк, поговорим о тарифах. Это самая популярная карта Тинькофф. Давайте разберем, что же в ней хорошего, сколько стоит пользоваться такой картой. Давайте начнем с обслуживания. Обслуживание здесь стандартно стоит 99 рублей в месяц, но есть много фишек, из-за которых можно получить бесплатное обслуживание. Например, можете подключить тариф 6.2. Это специальный тариф, на котором у вас будет бесплатное обслуживание, но не будет начисляться процент на остаток. Если вам не важен процент на остаток, к слову, в Сбербанке, например, вообще нет процента на остаток, если вам это не важно, то вы можете подключить тариф 6.2, и обслуживание у вас станет бесплатным. Для этого просто в чате можете написать «Хочу подключить тариф 6.2». Оператор вам его подключит. Также у вас может быть на карте вот 50 тысяч рублей, и тогда у вас тоже тариф 6.2 будет действовать. Либо на всех карточках, вкладах, накопительных счетах и инвестициях. На инвестициях 50 тысяч рублей, я думаю, несложно накопить. Обслуживание тоже у вас будет бесплатное. Плюс будет работать процент на остаток. Кэшбэк начисляется 1%, что хорошо. Он начисляется в рублях, в отличие от того же самого Сбербанка, где есть бонусы «Спасибо». Здесь в рублях в конце месяца 1% вам падает на карту от всех ваших покупок, которые вы совершали. Плюс к этому вы можете выбрать 3 категории в месяц с повышенным кэшбэком. В них вам будет начисляться повышенный кэшбэк в зависимости от конкретной категории. Там есть такси, рестораны, кафе. Там бывают и «Пятерочка», «Перекресток». Попадаются такие магазины, которые выходят постоянно, и там можете получать от 5 до 10% кэшбэка. Это тоже очень круто. Также есть специальные акции от партнеров «Тинькофф». От 3 до 30% вы там можете получать. Но, скажу честно, это обычно такие магазины, которые и так делают огромные наценки, и еще вы получите кэшбэк с этого. Ну, такое. Хотя, если это те магазины, в которых вы постоянно закупаетесь, то это лучше, чем вообще ничего не получать. И иногда попадаются реально интересные предложения от партнеров «Тинькофф». Далее, процентный остаток. Стандартный процентный остаток 4% годовых. Если у вас будет включен тариф 6.2, то процентный остаток будет начисляться только если у вас минимум 100 тысяч рублей на счету, и вы тратите 3 тысячи рублей в месяц. А если у вас нет этих денег на счету, то процентный остаток будет равняться 0%. Пополнение карты «Тинькофф» бесплатно и в онлайн-сервисах, и в банкоматах «Тинькофф» совершенно без ограничений. Также можете пополнять наличными в банках партнеров бесплатно до 150 тысяч рублей в месяц, свыше 150 будет браться комиссия 2%. Ну и банковским переводом вообще бесплатно в любой валюте проблемы. Также «Тинькофф» подключен к системе быстрых платежей. Вы можете как «Тинькофф» переводить по СБП, так и на «Тинькофф» переводить по СБП до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии по номеру телефона. Это очень удобно. По номеру карты можете переводить бесплатно до 20 тысяч рублей в месяц без комиссии. Потом будет комиссия, либо переводить по СБП. Но опять же, по номеру карты имеется в виду на карты других банков. На карты «Тинькофф» перевод без комиссии. Банковские переводы бесплатны как на счет в другом банке, так и на счет в Тинькофф. Снятие наличных в банкоматах Тинькофф до полумиллиона рублей в месяц бесплатно. Далее 2% начисляется, точнее 2% комиссия на сумму сверх 500 тысяч рублей, если вы планируете снимать. Это не очень удобно, если вы особенно совершаете какие-то большие покупки. Если хотите машину купить или что-то еще, вам нужно снять несколько миллионов рублей, вам лучше их не снимать. Ну и либо сделать просто перевод, либо снимать их несколько месяцев. Вот это огромный минус, конечно, у Тинькофф. Потому что в Сбере, например, до полутора миллионов можно в месяц снимать спокойно в банкоматах или прийти просто в Сбербанк, заказав у них предварительно сумму и снять сколько угодно денег. В Тинькофф же за счет того, что отделений нет, это сделать просто невозможно. Что касается снятия наличных в других банкоматах, просто вы, например, в Сбербанк вставили карточку Тинькофф, то вам нужно обязательно снимать от 3000 рублей за операцию и до 100 тысяч рублей в месяц. Иначе будет комиссия 90 рублей за операцию. То есть, если вы вставили карточку в банкомат Сбербанка, то 2000 рублей вам будет невыгодно снимать, потому что возьмется комиссия 90 рублей. А если снимете 3000 рублей, то будет все без комиссии. Ну и если больше 100 тысяч рублей в месяц снимаете, то комиссия ставит 2%, минимум 90 рублей. Естественно, мобильное приложение Тинькофф и личный кабинет бесплатно, еще бы они за это брали деньги. Но за оповещение с вас будет снимать 59 рублей в месяц, которые, кстати, вы можете отключить и не получать уведомления об операциях. Притом, одноразовые коды, которые вам нужны будут для подтверждения операции, вам будут приходить без оплаты. Здесь ничего платить не нужно. 59 рублей в месяц имеется в виду именно уведомления об операциях. Вы можете просто подключить себе пуш-уведомления, они бесплатны и ничего не платить. Тогда вам будет приходить уведомления только когда у вашего телефона есть доступ к интернету. Вот так. На самом деле, как видите, карта выгодная. Выгодная в основном своими кэшбэками, процентами на остаток, большим количеством партнеров, с которыми есть акции. Ну и на самом деле, отдельное преимущество это приложение Тинькофф, потому что оно, правда, очень удобное. Спасибо за просмотр. Если видео оказалось полезным, поставьте ему лайк, задавайте свои вопросы в комментариях. Всего хорошего. Пока.